Субтитры создавал DimaTorzok И сегодня у нас с вами без милля очередная лекция. Если возникают вопросы какие-то, пишите под постом, иншаллах, по возможности буду наблюдать. Сегодня, иншаллах, мы сконцентрируемся на двух таких темах. С одной стороны, они небольшие, с другой стороны, они очень важные и объемные, если их изучать очень подробно. Это старания ученых в теме нравственности носителя Курана. И вторая тема, которую мы сегодня поднимем, это сегодняшнее положение чтецов. Насколько актуально вообще изучение этих тем. Если мы говорим о стараниях ученых в теме нравственности носителя Курана, то есть здесь имеется в виду те усилия, которые ученые прикладывают, не прикладывали, для того, чтобы описать, зафиксировать, подтвердить определенными долилями определенное поведение, этикет, нравственность, которые необходимо проявлять мусульманам и носителям Курана. Каждая из нас, так как, конечно, в таком глобальном формате, может быть, не все знают Куран весь, но хотя бы частичку Курана, каждая из вас заучила. Инша Аллах читает в молитве. И таким образом, в этом плане, каждый из нас носитель Курана. И если мы будем говорить про нравственность этикет носителя Курана, это один из таких предметов или одно из направлений, которое является также, относится к наукам Курана. Потому что если мы говорим, что нравственность носителя Курана, то здесь напрямую есть связь с Кураном. И любой науке, которая связана с Кураном, ученые определяли особое внимание. Можно сказать, что на первых этапах вообще становления разных наук Курана, то есть в первые столетия по Гиджеру и Дали, когда были описаны или написаны различные труды, то, как правило, они не разделялись на какие-то отдельные науки, так скажем. Но когда в какой-то теме, в каком-то направлении было много уже чего написано, то их выделили уже отдельно, так как отдельный труд, например, так было во всеми науками Курана, с дживидом, так же и с другими науками, которые сюда относятся. И когда было описание различных тем, связанных с Кураном, так же поднималась и тема нравственности, этикета и так далее. И на данный момент мы можем выделить с вами несколько направлений, скажем, книг, трудов, которые или полностью написаны по этой теме, или, например, частично, так как их основа, например, какая-то другая тема. Например, мы можем сказать, что есть первые, да, это книги, которые вот сконцентрированы конкретно на этикете носителей Курана, их нравственности. Можно назвать несколько книг, таких, которые, скажем, скорее всего вы слышали, или, иншаллах, которые будете изучать или изучали уже. Да, например, такая книга, как Ахляху Хамлетель Кур'ан, то есть нравственность носителя Кур'ана, которая у нас написана имамом Абу-Бакр Мухаммад Бнуль-Хусейн, Аль-Аджирри, который умер в 350-м году. То есть мы видим труд достаточно, скажем, уже старый. и это первая книга, которая была написана и в которой как бы специализировалась эта книга конкретно на этой теме. То есть вначале я вам говорила в том, что ранее или в первый период, это не значит, что об этом ничего до этого не писали, писали просто в какой-то между строк, скажем, или в книге, в которой было много всего связано по наукам Кур'ана или какие-то другие темы поднимались. А это первая книга, в которой вот именно этикет носителей Кур'ана поднималась как основная тема. Соответственно, многие ее, скажем, вспоминают эту книгу, учитывая, что она была в этом, скажем, в этом направлении первая отдельная написанная книга, а не в рамках, например, Тарсира или там Достоинств Кур'ана или каких-то других. Она напечатана, эта книга, ее можно, скажем, найти, почитать. То есть это не какая-то, знаете, секретная книга, как мы знаем в некоторых, ну или во многих науках, скажем, не исламских. То есть мы берем какую-то книгу современную, мы ее можем поднять, а какие-то старинные книги, ну, это очень трудно достать, скажем, специализированные люди. Аль-Хамдул-Лля, в Шариате у нас очень много, да, есть книги, книг, которые мы можем, ну, по мере возможности, конечно, своей найти, достать, приобрести даже, да, то есть какой-то там секретности по этому нету. здесь, в этом, в этой книге, да, также автор Далили упоминает, да, на те темы, которые поднимаются, также идут наставления для носителя Корана, да, и этим отличается эта книга, например, от других. Вторая книга, которую следует упомянуть здесь, в этом, опять же, направлении, то есть книга, которая полностью специализировалась на направлении, специализируется, да, то есть если я говорю про книгу, мы ее можем открыть, почитать, и, иншаллах, эти книги мы также, скажем, будем брать в основу наших лекций, да, и берем в основу наших лекций без миля, то есть будем всякими темами вместе с вами в дальнейшем познакомиться, так как путь этот долгий, да, это не одна лекция, а это достаточно, ну, скажем, долгая такая серия лекций. Итак, вторая книга, это «Аттибьян фи эдеб хамлитель курэн», да, то есть это вторая книга, опять же, мы видим в названии, направления здесь, да, слова там «Адаб» и так далее, мы с вами говорили об этом ранее, что это означает, и как мы с этим, скажем, как мы это интерпретируем. Автор книги имам Махиддин Яхия бну Шараф ан-Навауи, да, и, скорее всего, вы эту книгу слышали, да, она достаточно, скажем, популярна, несмотря на то, что это не такая современная, да, скажем, книга, это книга популярная, и очень часто продается, да, даже в различных интернет-магазинах, и не только. очень, такая, скажем, доступная книга не только в том, что вы ее можете где приобрести, да, и почитать в электронном варианте, но она еще, ну, возможно, это и была одна из причин, почему она так распространилась, потому что очень легкая в оборотах, да, то есть там нету каких-то очень, скажем, сложно запутанных описаний, там все просто, доступно, легкими фразами описывается. Очень много печаталось, да, не одно издание, которое уже выглядело, а очень много, то есть трудно даже посчитать. Причем под разными редакциями, да, то есть разные, скажем, печатные издания, там, редактировали ее, ну, для печати, да, ну, плюс, конечно же, основа здесь все одинаково. Вот. И можно сказать, что эта книга основывается на том, что она легкая в описании, там, доступна и структурирована, да, понятно подан материалом, мы также будем ее использовать, да, потому что в ней помимо этого всего охвачены достаточно много тем, да, как я уже говорила, легкая была подача, также одна из важных, таких, скажем, из важных причин, да, почему стоит также к ней обратиться, к этой книге, что автор указывает, например, разное мнение иногда, да, в каких-то вопросах и при этом указывает на более предпочтительное, например, мнение, опять же объясняет, да, что маловажно, особенно для начинающего, требующего знания, потому что когда, ну, скажем, еще глубоких знаний нет, важно как бы не рассыпать свои мысли в разные стороны, да, когда один говорит так, один так, и бывает сложно, поэтому, когда есть, несмотря на то, что указывается, какие-то вариации все-таки склонения, к определенному мнению, это облегчает ситуацию. Также есть указания на какие-то нововведения, которые, которых следует как бы избегать, да, что, или разногласия, да, которые, ну, тоже, несмотря на то, что книга не очень, там, объемная, да, но коротко все изложено, и можно ее использовать без ниля, как такой, ну, один из основных, да, источников для этой темы. Угу. Меня, надеюсь, слышно хорошо, да. Угу. Да, если, что, пишите. Третья, иншалла, книга, которую тоже стоит упомянуть, это «Фатхуль карим альманан фи адаб хаммитил кур'ан». Автор книги шейх Али Абабба, это уже, скажем, к современным ученым, да, я вот не уверена, но, по-моему, он, а нет, да, он уже умер, но, да, как бы, не так давно, скажем, по сравнению с другими, то есть, это уже, вот, 20-е столетие, ну, ученый 20-е столетие умер в 1380 году по Гиджере. Соответственно, это из этого списка самый современный. Ученый такой, это его, скажем, как бы работа не дипломная, а, ну, да, труд, который он в этой теме написал, да, в которой поднимает темы, связанные с этикетом чтецов кур'ана, учителей, да, кур'ана, кто преподает кур'ан, учеников, кто берет знания, да, и изучает кур'ан, вот, и в некоторых, скажем, учебных заведениях, которые специализируются на вот этих темах, да, на преподавании, скажем, кур'ана, этот труд, он берется, как один из основных тоже трудов для изучающих, или как бы для учителей, да, для изучающих именно направление кур'ана, ну, и предыдущий с ним вместе, от тебя, да, то есть, вот, как бы два таких труда, первый труд мы упоминали, он, конечно, во-первых, первый был, да, в этом его особенность, вот, ну, возможно, там не так легкий, не так легок он к пониманию, да, как вот последние два и они доступны и иншала легкие, да, в понимании тех структурах, предложениях, словах, которые там используются, в принципе, скажем, не требует даже глубоких знаний по арабскому языку, то есть, средний уровень иншала поймет достаточно эту книгу, если привык, в смысле, читать хотя бы, да, книги, вот, опять же, книга, ну, известная, доступная, можно ее приобрести, много есть, скажем, изданий, то есть, это вот такие три книги, которые я бы вам рекомендовала на них обратить внимание, если есть возможность, особенно вот две последние, да, они легкие возможности приобретения, приобретения, особенно Тибья, ну, по-моему, везде есть, в любом магазине, где, да, у меня даже две или три эти книги, не знаю, каким-то образом есть в каждом месте, да, ну, это направление, да, мы говорим про те книги, которые вы непосредственно можете обратить на них внимание, которые специализируются по этому направлению, но есть и также книги, которые не написаны конкретно в этой теме, но в которых достаточно подробно, глубоко, и, ну, эта тема осветляется, как бы осветляется, и можно к ним обратиться. Это могут быть книги, которые написаны по достоинствам Кур'ана, да, фаба или Кур'ан, и, да, так как достоинства Кур'ана, они напрямую связаны с тем, с как бы призывом, да, что, например, скажем, как влияет, например, правильное изучение, да, Кур'ана на человека и так далее, то есть, как бы косвенно две темы, которые очень связаны, да, поэтому, конечно же, в книгах, которые специализируются на достоинствах Кур'ана, там также поднимается тема, да, которая связана с этикетом уже носителя Кур'ана. Здесь назову несколько тоже книг, фадайлил-Кур'ан вануалиму-ва-адабу-ву, автор у нас Аль-Гарауи, 224-й год до смерти, то есть это, скажем, достаточно старый труд, то есть один из первых, первых, самых старых трудов в направлении фабайли-кур'ан, то есть достоинств Кур'ана, да, то есть в нем много тем, такой он объемный поднимается в этом направлении, вот, несмотря на то, что он первый, да, но он достаточно объемный и существенный в этом направлении. И автор также большое внимание уделяет именно достоинству и красоте нравов людей Кур'ана, да, то есть тот нрав, который следует иметь, иншаллах. Дальше еще один труд это уже автор идет имам Абиль Касим Аль-Гафи Ки год смерти 619 год, то есть это уже более, скажем, ближе к нам автор, но также достаточно как бы далекий 9 столетий назад, то есть это достаточно давно. Также книга по достоинствам Кур'ана, но в ней автор поднимает тему про этикет носителя Кур'ана. И третью книгу, которую следует здесь упомянуть в этом опять же направлении Фабаля Кур'ана и в которой есть много скажем про этикет носителя Кур'ана это книга это какая книга это Кур'ан Фи Афдалин Афкар Автор книги Аль-Кутуби 671 год смерти, то есть это чуть-чуть после второй книги но так и далеко в том же столетии скажем тоже известный среди ученых требующих знаний труд да в нем есть 40 разделов по достоинств Кур'ана и носителей Кур'ана да то есть они как бы как я уже говорила эти темы связаны да хотя наук Кур'ана да их более 40 но в принципе любую науку какую возьмете да они так или иначе связаны потому что если мы учим тадживит да то есть там есть какие-то моменты которые необходимо упомянуть да и которые там связаны из там нравом да как следует себя вести с Кур'аном поэтому в принципе любая наука Кур'ана она связана но есть которые больше да как бы в этом направлении как вот например следующее что такое направление в котором много можно тоже найти про да достоинства людей Кур'ана это книги которые непосредственно по люмен Кур'ан да то есть у нас есть люмен Кур'ан в широком понимании то есть про каждый альм а есть в котором как бы могут про разные науки Кур'ана собраны быть да например такой скажем всеобъемлющие труды и соответственно в них могут быть да упомянуты могут быть упомянуты и тема про нравственность да людей Кур'ана здесь опять же упомяну так вот три книги например одна из них в этом разделе самое скажем древнее это джемалю Кур'а вакемалю и Кур'а автор книги у нас Ас-Сахауи год смерти 643 год да то есть это уже более чем 80 лет назад да то есть это достаточно известный учебник в направлении Олюмун Кур'а ну и там мы можем найти тоже про носителя Кур'ана вторая книга это аль-бурхан фиол маль-кур'ан да это у нас идет книга о 794 год смерти здесь есть целый да скажем отдел или раздел книги в котором не просто да там между строк где-то там там упоминается а прям выделен про носители Кур'ана про нрав носителей Кур'ана про достоинство Кур'ана и соответственно как бы почему да основываясь на достоинство Кур'ана следует придерживаться тем нравам которые Аллах Субханам и Тааля нам предписал соблюдать ну и там много да в этом направлении можно найти и про достоинство того кто обучает и достоинство того кто изучает и например достоинство самого Мусаха да как с ним нужно обращаться как например делятся люди по отношению к Кур'ану в зависимости от чтения ну и так далее да то есть также конечно вот книги которые были ранее повянуты как такие как от тебя были ну взяты скажем темы некоторые из этой книги использованы здесь но книга Аль-Бурган она такая книга скажем охватывающая много наук Кур'ана одновременно да то есть она такая всем объемлющая книга по наукам Кур'ана там про все науки Кур'ана и некоторые темы они скажем более раскрыты да где-то добавлены поэтому следует обратить внимание и третья здесь книга Автор у нас Ас-Суюты Джалалиддин Ас-Суюты 911 год смерти да и здесь целых два раздела в этом направлении в его книге труд очень объемный да и можно сказать это самый большой труд самый скажем такой объемный по наукам Кур'ана который есть и все современные труды так или иначе они базируются на этом уже труде по наукам Кур'ана конечно же да это вот такой такой раздел по помимо помимо отдельных книг то есть мы в тех книгах где достоинство Кур'ана где улюмин Кур'ана и также конечно же книга по таджвиду по каратам мы можем найти ну в принципе в каждой книге по таджвиду каратам можно упомянуть самые такие известные это Рияя или таджвид Кур'ана автор имам Макки в нум Аби Талиб 437 год смерти да в ней он также упоминает про достоинство чтецов про адаб и так далее далее книга имама Ахмад бню Мухаммад аль-Банна который умер в 1117 году Итхав да Итхав Фудаля аль-Башар вал-Кираат аль-Арбада Ашар тоже такая книга да то есть мы видим здесь направление Тараат эта книга в ней тоже упоминается достоинство придерживание тем адабам которым призывает Кур'ан то как чтецы Кур'ана должны себя проявлять как использовать скажем те знания те смыслы которые они читают в своей жизни не только читать чтобы это чтение опускалось ниже горла то есть чтобы оно проникало в сердце и проявлялось и проявлялось на деревне то есть это вот направление таджвида конечно это несколько книг у нас сейчас тысячи книг просто в этом направлении и каждый из них может что-то быть указано здесь такие более скажем уже ну не современные книги которые уже скажем известны многим следующее пятое направление это книга по хадисам здесь конечно ну опять же да то есть это основа что в Кур'ане например берем какие-то далили да которые могут быть часто или описаны в хадисах да или даже мы много чего берем из этих достоинств в самих хадисах поэтому да мы можем здесь взять и такие сборники как Аль-Бухари да Сахи Муслим дальше ну и по списку да все которые идут от Термиды и так далее далее есть книги которые выделяются или направление просто то есть это тоже как этикет и поведение но не они могут скажем не не специализироваться или как бы не делать акцент на то что это именно носители Кур'ана да но мы с вами изначально говорим о том что каждый из нас он должен стремиться да чтобы быть максимально максимально проявлять те качества которые Аллах Субханава Тааля с которыми Аллах Субханава Тааля нас хотел бы видеть да так как это то к чему нас призывает соответственно да не следует разделять что этот человек например там скажем знает Кур'ан или нет потому что не обязательно человек ну как бы должен жить по Кур'ану да и следовать ему он не обязательно должен являться хафидом да это достоинство это лучше но это не является скажем обязанностью да это не обязанность но является обязанностью себя проявлять и вести в соответствии с Фур'аном и Сунной да соответственно ну здесь нужно иметь это ввиду да здесь можем тоже ну много книг да есть в этом направлении можно на них обратить внимание и это книги могут быть какие-то более старые книги но так или иначе они будут связаны да с тем что нас интересует и мы видим что этих книг и в принципе в любой книге по наукам Кур'ана мы можем где-то затронуть это да потому что если это даже Тафсир то есть там в Тафсире может быть описание да упоминание тех хадисов которые связаны с этой темой если это ну Таджвид да то там упоминание как это там эта тема связана с чтецами Кур'ана если это например тема про там исчисление аятов то опять же там упоминаются те ученые те люди которые например проявляли себя например лучшим образом да и то же самое вот в хадисах когда мы смотрим а этот там достойный передачи да у него там благой нрав у него то то есть там в описании так или иначе описывается да его поведение а на основе чего оно описывается то есть на понимании как этот этикет как этот нрав людей Курана а значит и людей соблюдающие те законы да это любой человек он должен соблюдать да те законы на призыв там говорить благое призывать к благову там есть халяльное да и все там брать то что халяльное или запрещать себе и другим запретное то есть это для каждого человека поэтому в любой науке Курана мы можем вот это увидеть да для себя поэтому мы видим что ученые большое усилие да для того как бы проявляли и проявляют для того чтобы упорядочить для нас потому что конечно же читая Куран да мы можем там прочитать какие-то призывы но в Тавсире да нам объясняется как это следует понимать да в хадисах мы берем тоже объяснение да в описании в шахах и так далее и вот таких учебниках и книгах в которых сконцентрированы да определенные темы это дает нам более как бы сконцентрироваться и понять какую-то тему более глубоко да потому что когда вот ну скажем такой поток разных тем одновременно это может быть сложно для такого не структурированного разума скажем да то есть имеется ввиду у кого трудно вот разделить там упорядочить да и когда вам дается информация уже по темам да то есть есть как бы по полочкам разложен тот или иной материал то это легче воспринимать да то есть например интересует там какое-то направление как например там следует одеться например или или не обязательно да когда ты читаешь куран или какие там соблюдаешь да скажем правила открываешь книгу читаешь понимаешь поэтому иншаллах эти как раз труды почему да казалось бы так ну не совсем такая тема про конкретную какую-то адап да или призыв но хотелось просто вам указать на то что в нашем ну как бы скажем правилах да вообще шариатских шариатских наук что это должно на чем-то основываться да и браться откуда-то да да и как бы вот эта последовательность передачи знаний мы должны как бы проследить да мы можем это все проследить поэтому это очень важно чтобы вы могли также обратиться да к каким-то источникам если что-то будет непонятно в дальнейшем когда мы будем ближе какие-то темы конкретные с вами без разбирать также еще небольшую тему хотелось скажем в добавок сегодняшнего урока добавить это такое положение чтецов на сегодняшний день да то есть какое положение чтецов конечно у нас прослеживается такой бум скажем да того как многие стали стремиться к изучению Курана стали стремиться к тому чтобы научиться читать Куран да это в принципе хотя бы научиться читать да хоть выучить буквы что возможно там какие-то не знаю 50 лет назад даже половины этого не было и это даже как бы это ни казалось странным даже в арабских странах то есть в арабских странах конечно же передача все это сохраняется и в большом количестве но не в таком как это сейчас сейчас конечно очень много альхамдулиля тех кто стремится к знанию но из-за того что скажем желающих сейчас обучаться больше чем тех кто уже обучился и каждый кто уже эти знания имел он не может осилить такое большое количество желающих один поэтому наши умные очень необходимо пополнение профессиональных знающих умеющих научить других правильно изначально там учителей да и в принципе знающих Кур'ан поэтому конечно же здесь вот этот момент хотелось бы да чтобы многие не упаскали эту возможность и дали умные себя да скажем в виде вот этого продолжающего звена в передаче знаний вот но конечно же положение такой скажем или мысли о том что если человек изучает Кур'ан да это автоматически как бы делает его каким-то таким знаете не от мира сего скажем каким-то лучше других да да это относительно да что он читает Кур'ан вот по сравнению с тем кто не читает в этом в этом конкретном вопросе в этом возможно лучше он что он читает но это не делает его автоматически лучше глобально да если эти блага которые Аллах дал ему не опускается ниже его горла да то есть они должны проходить в сердце и должны проявляться на тех действиях которые мы видим вот но к сожалению мы не всегда это видим да и некоторые могут в пример поставить например кого-то кто там повел себя возможно не так как ему следовало бы да или просто да от которого ожидалось больше чем 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 есть на самом деле да потому что вот этот путь исправления он не идет за одну минуту да не идет просто когда человек исправил свой допустим махарач да и тут автоматически он исправил свой там скажем какой-то нрав да допустим который не соответствовал это конечно может быть параллельно да когда человек изучает Куран но это не является автоматически да и не стоит обольщаться всем нам да напоминание себе в первую очередь и вам тоже время что если я читаю Куран то автоматически все должны думать что ты лучше и что ты действительно да стоишь таким потому что для этого нужно изучать и скажем работать над тем чтобы проявлять те действия которые необходимы и в скажем каждой последующей последующей каждое последующее поколение к сожалению да оно как бы как бы нам это не грустно было оно не так хорошо скажем в глобальном смысле да в нравственном смысле как предыдущие поэтому всегда да когда мы можем ставить в пример например там наши там предки вот они были более там скажем скромные более такие более всякие да хотя с каждым поколением конечно же есть может в прогрессе да что-то лучше но мы говорим про нравственность сейчас да про те качества которые которые приближают к вот этим скажем такой фильтре да которая должна быть у человека и в книг ну в хадисе да мы встречаем в аль-Бухари такой хадис в котором говорится да что пророк саллиллаху алихи ассалям сказал что придет ну то есть наступят времена да примерный смысл да этого хадиса скажем когда поколение тех кто как бы каждое последующее поколение оно будет хуже чем предыдущее да то есть это в таком в большинстве случаев понятно что среди это не значит что например тот кто был например в предыдущем поколении любой из этого поколения он лучше чем любой из этого конечно же в каждом поколении да в каждой как бы слое и цепочки есть достойнейшие лучше но если мы будем говорить как бы в таком глобальном положении поэтому нам следует внимательно относиться к этому хадису да не обольщаясь то вот состояние да скажем популярности которая сейчас вот нарастает в течение Курана в изучении Курана потому что да да чтобы это не было просто за многочисленностью а чтобы вот этот вот скажем процент который все-таки сохраняется как бы там не было да с каждого поколения в другое поколение тех людей которые действительно да изучают Куран живут по Курану следуют Курану чтобы инша Аллах мы были среди них да без нилля пускай Аллах нас укрепит потому что да как бы мы не хотели вот у нас есть подтверждение хадис что каждое поколение да оно все равно будет как бы ухудшаться да ухудшаться в каком-то понимании в лояльности к запретному да то есть к тому что порой да мы можем находиться там где не всегда соблюдают да какие-то скажем все правила которые должны соблюдать и ну не можем иногда ничего с этим поделать да то есть но хотя бы внутренне должно быть несогласие этому да вот и если даже это упоминалось и говорилось да во времена сахабов да ради Аллаху то что уже говорить в наши времена то есть нам нужно обратить на это внимание нам нужно с внимательностью изучать не только там мафараджи сифаты хотя это тоже важно но и при этом параллельно как бы брать пользу да и ранее уже тоже говорили на предыдущих лекциях о том какое место вообще адаба да в требовании знаний что это даже впереди требований знаний да потому что если человек не имеет адаба то я даже могу по своему опыту сказать скромному да что с ним ну не хочется иметь дело да и конечно же учитель если у него есть там десять скажем тех кто проявляет адаб кто старательный ведет себя скажем согласно тому нраву как следует с ним с этими десятью легче работать и хочется научить чем одного не проявляющий адаб да это даже не ну не обязательно на шариатских науках да то есть большинство из вас например учились там в школах или многие допустим мамы у кого есть дети да и когда даже в классе там класс например все там 30 человек все хорошо себя ведут и какой-то один там скажем у кого плохое поведение он портит всю картину то есть он может весь процесс обучения да как бы нарушить другим все потому требующие знания должен соблюдать этот этикет иначе да просто его изолируют из этого и он соответственно не получит той пользы да он не получит той пользы которую он мог бы получить да и есть примеры даже субханаллах да когда некоторые ученые упоминаются ну которые достигли в принципе больших скажем вершин но они спорили своими учениками много да и про них говорят что он бы мог еще больше узнать от своего там шейха по причине своих там частых прений и споров да просто шейх уже перестал отвечать на его вопросы потому что ему уже это как бы надоело да что постоянно какие-то вот такие притирания поэтому конечно же всех призываю и себя в том же числе проявлять не лучшим образом свой адапт по отношению к и к учителю да и к окружающим и так далее и только тогда да мы сможем достичь проходить по этому пути иначе у нас где-то загвоздки вот мы все блок нас не принимает скажем в это окружение вот так же что уже что уже говорить в наше время да то есть нужно обратить на это внимание да некоторые скажут ну вот они там да так были то что мы как бы берут это в свой довод что они не смогут да это сделать нет да то есть несмотря на это призывались то есть несмотря на то что видели какие-то скажем упущения основа также нашей религии это наставление да это призыв к благому поэтому в первую очередь себя да то есть если мы видим что в этом есть упущение в нас да не следует бежать кому-то к другому а в начале себя да не нужно быть вот этими детьми да иногда я вот наблюдаю как дети да там как скажем как ябедничают вот там дочка например придет и говорит вот он там то не сделал да там не сделал вот смотри не сделал а сама не лучше да говорю а ты вот это почему там да пораскидала а вот он там не сложил а у самой там все вверх ногами да то есть не следует нам быть вот этими детьми да в первую очередь чтобы скажем позаботиться о себе да это не значит что мы не можем например делать насыеха да если потому что второй такой как бы скажем одна из преград может быть что некоторые думают я недостаточно хорош чтобы давать какой-то совет например дельный да но это не всегда так работает у нас да то есть мы если знаем что так лучше мы можем давать эти советы да как например родители иногда дают детям советы конечно же они лучше воспринимаются и работают лучше когда они сами это также соблюдают но тем не менее и благое наставление не отменяется в любом случае вот также да есть как бы описание которое приходит нам от наших предшественников о том какие есть скажем вариации чтецов да или вариации вообще тех кто соприкасается с Кураном так или иначе да то есть можно разделить как бы на три основные таких вида что есть те кто берут Куран как какой-то ну просто это как предмет скажем да предмет интерьера да астафрала которые берут его он там где-то стоит на полке да вот как картину иногда да там пишут вот она там висит какой-то аят и все да то есть как просто декор какой-то да астафрала конечно же это не должно быть нашим вариантом также есть те кто скажем соблюдают правильное произношение да то есть сильны в чтении Курана но слабы в сохранение тех границ правил да которые там они читают то есть они не понимают они как бы знаете как опять же на детях пример да то есть им иногда говоришь они слышат но не слушают как бы да не слушают то есть они вот как вот эти опять же дети что-то слышат но это мимо ушей да то есть вот такой шум какой-то конечно же это не следует чтобы так было то есть это второй вид конечно может получше чем первый да что они хотя бы читают уже Куран но они не до конца да слабы в этом соблюдении через раз не до конца его обдумывают вот да и уже третий это те кто и читает Куран да читает не просто скажем звуки да а читает и как раз слышит да не просто слушает а слышит что же там ему говорят потому что одно дело когда у нас там фон да какой-то есть даже наверняка включали какой-то знаете как нет включать телевизор или какой-то радио и он там ну что-то гудит никто ничего не понимает нам нужно да чтобы для нас тем более если мы это читаем чтобы вот Куран был таким радио нет вслушиваемся вслушиваемся в смыслы пытаемся разобрать да для неарабов бывает еще и сложность в том что мы понимаем но это путь это не значит что нам следует хотеть все и сразу к сожалению бывает так что некоторые из-за своей такой скажем гипер перфекционизма да гипер такого перфекционизма какое-то желание все получить сразу правильно с первого раза они не доходят вот нужного или или не то что не доходят они просто сходят с пути да они идут идут у них какая-то сложность не получилось и так как они хотят не получается да они сходят с этого пути поэтому нужно понимать что да это путь Аллах его облегчает но это не означает что он будет легким то есть он облегчает он делает его легче чем он мог быть да чем он мог быть для тебя но на нем будет сложности как вообще в жизни да потому что жизнь это не рай на земле да это жизнь и здесь есть сложности конечно же нам нужно иншааллах стараться соблюдать также у нас есть извещение Аль-Фадыр бня Ая да сказал что Кур'ан был не спослан для того чтобы действовать согласно нему а люди взяли Кур'ан люди взяли чтение Кур'ана как действие да то есть как бы заменили все вот эти действия призывы одним только чтением Кур'ана конечно же это это как бы отправная точка да то есть мы читаем слышим слушаем слушаемся и исполняем да то что мы слышим то что мы изучаем и в этом есть суть чтения Кур'ана к сожалению да так как мы говорим про современность да это вот эти сложности они не обошли как и предыдущее поколение так и современное поколение несмотря на те способы и облегченные сейчас для обучения да многие Субханаллах не проявляет благодарность Аллаху Субханаллах да порой мы уже что-то что казалось скажем 10 лет назад для нас чудом не просто а просто чудом мы это воспринимаем как обыденность и мы даже за это уже не благодарим Аллах да мы думаем что это так и должно быть да и если этого где-то лишаемся мы уже сетуем да как то что все у нас уже все пошло не так даже если мы посмотрим интернет там не знаю лет скажем 30 назад да где-то мы даже телефона не имели да то есть я уже не говорю многие да там ну там 50 лет назад точно да там в домах вообще там наверное у единиц у кого там какой-то телефон был и то не точно да это была достаточная редкость сейчас ну не то что в домах да в доме там по 10 телефонов и если еще вдруг отключит интернет все мне нечего делать я не знаю что делать да я такой уже в общем жизнь остановилась субханаллах субханаллах да то есть даже уже наличие курана да даже наличие тех благ которые у нас есть альхамдулиля наши сердца не радуют то есть пропала вот эта благодарность калаху за то что мы имеем поэтому порой даже такие состояния да когда скажем пропадает скажем интернет или еще что-то в этом роде нужно обратить на это внимание да то есть возможно это как раз то время когда нужно еще более обратиться да уже к чтению курана но как прекрасно когда вот это есть у вас да то есть когда мы используем те возможности которые у нас есть на данный момент для изучения потому что мы знаем когда многие да сейчас братья чаще это да попадают в ситуации когда у них нету возможности ни интернета да ни еще каких-то скажем благ получать и наличие курана да наличие курана у них оно дает как наличие такого спутника субханаллах да то есть недаром мы многих мотнах да говорим о том что и как сахиб это как спутник курана то есть он всегда с тобой по жизни и когда получается в такой ситуации когда тебе не с кем скажем говорить ты один да но мы можем читать куран да то что заучили пусть это много или это мало неважно да и этим самым вот этот скажем такое присутствие да того что мы можем читать и получать информацию изучать уже из заученного это дорогого стоит поэтому не упускаем возможности да уже имея ее сейчас изучать потому что многие ситуации да сестры приходят там собеседование да вот я там 10 лет назад хотела уже прийти ну условно да 10 лет назад давно но думаю потом еще там еще вот еще там будет у меня готовлюсь к свадьбе потом у меня я вышла замуж один ребенок потом я заболела потом второй третий тут у нее пять детей она говорит я думала мне будет с одним там легче а сейчас у меня пять да ну как бы все время нас будут трудности все время будет что-то что нам мешает да потому что наше время в день да 24 часа и оно с каждым разом все быстрее 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 да то есть ну вроде тоже время но оно как будто пролетает быстрее во-первых и во-вторых его больше не встает да и в каждую минуту в нашей жизни мы его чем-то заполняем да то есть главное поставить правильные приоритеты а заполняем мы его тем что нас делает лучше украсит наш нрав да или заполняем его каким-то скажем пустым материалом который нам в лучшем случае не принесет ничего да там скажем нейтральное а в худшем случае скорее всего только отдалит нас от довольства Аллаха Субханата поэтому хотелось бы чтобы Куран был доводом за нас а не против нас да и в любом случае читаем мы Куран не читаем да закон он уже как бы есть да он написан то есть он есть и ему следует следовать вот и для этого нам нужно изучать и стараться исправляться к лучшему на этом иншала мы с вами завершим да ракаллаху фейкум ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату ассаламу алейкум ассаламу алейкум